вот так вот выглядит рама как и так всем привет ребята всех с наступающим новым годом и сегодня у нас будет на обзоре вот такой пистолет торнадо не так давно я уже делал обзорчик но я покупал где-то на авито здесь со мной связался человек именно который занимается производства и производством такими да ну понятное дело все делается наверное в китае но китай китай рознь и здесь у человека есть своя группа ссылочку я дам на сайт там уже разберетесь я не знаю где там у группам в личке переписываемся и здесь пистолет немножко другой чем тот что я вам показывал здесь он даже еще немножко такой хитрей прикольный получается чем ну в принципе то работа вся та же самая сегодня тема не только об этом пистолете я оставлю ссылочку именно в описании именно на этот пистолет вы его найдете там не только эти пистолеты есть там эти торнадо для чистки там сидений там всякой для химчистки там много что есть посмотрите интересный адекватный человек нравится тем что очень болеет за свои то олег посмотри и горит жалуются очень много людей что типа у него большой расход вот именно об этом я сегодня хотел поговорить ребят про расход сразу скажу тот кто хочет ребята работать качественно вот ты хочешь ездить на бмв да хочешь ездить красиво комфортно в горку хорошо подниматься где-то вот фуру обгоняешь не успеешь оттормозиться да дал газу и просто обошел тебе двигатель это позволяет то есть ты за этот комфорт платишь ты расплативаешься расплачиваешься большим расходом топлива до бмв как бы кушает нормально но если не дизельный дизельный чтобы посыл посыл я думаю кто не дурак поймет дураку объяснять это бесполезно но умный поймет ребят если вы работаете качественной обработкой вот как у нас на лазер про да мы работаем у меня была история ну у меня работают там четыре парня до один у меня управляющий это егор и ребят не было его расстался агрегор надо обработать он горит да не вопрос олег всего сейчас обработаю все он обработала захожу в гараж он такой счастливый горит олег посмотри как я красиво обработал но это издалека посмотрела грудо ништяк ничего вроде бы нормально и что вы там у вас какие чего 8 банок взяли на машину у меня вон две ушло и все замечательно выгруж сколько две игры егор я говорю ты ее не обработал ты ее покрасил это просто дал цвета не толщину металла то есть нормальная мастика вот армада я наношу в два слоя это уникальнейший состав ребята вы знаете кстати сейчас на сайте у нас ссылочка в описании подведен на сайте автоспектр идет акция и 6 банок можно купить всего то есть там экономия выходит 44 процента это практически 5000 там вы экономите покупая 6 банок сразу ну если по отдельности покупать то это будет на 44 процента дороже акция там кстати ограниченная всего 300 комплектов по 6 штук это мало и она будет также там цинк цербер все вы его знаете вместе с растворителем растворитель идет в подарок и стоп ржавчина также 6 баллонов комплект 300 комплектов таких не пропустите акцию зайдите ребята на автоспектр ссылочка в описании под видео и работайте качественным материалом сегодня мы нанесем 100 бржавчину именно этим пистолетом посмотрите так вот давайте вернемся к этому вопросу то есть я ему сказал все вот бери еще 6 банок и доделывать то есть у вас слой должен быть густой мовиль но этими пистолетами обрабатывают только мовилью как бы под армаду я использую мангуст пистолет прикрутил и супер мне очень удобно им работать и а этот пистолет я просто не пачкаю мне его мыть неохота после армады да он очень хорошо наносит мовиль и посмотрели его можно не мыть мовиль прямо оставил так просто на батарею где-нибудь положил и ну может не выливать его и не мыть пистолету чем удобно и то есть когда вы мовиль эти порога пороге ребят на один порог я лично заливаю если порог не проблемные с это новая машина то у меня уходит вот такая вот банка стоп ржавчины здесь литр на два порога если же порог был проблемным и вычистили порогов внутри но там на стенках есть ржавчина тогда у меня на один порог уходит один баллон весь то есть и когда у вас уже есть ржавчина в пороге в раме да вы очистили вымыли но на стенках у вас есть ржавчина вот это вот напыление я смотрю часто и просто на сервисах они говорят вот этот туманчик там смазывает что вы там смажете туманом я согласен санта машина нулевая можно сэкономить чуть-чуть но если там уже есть ржавчина вам нужно ее пропитать стоп ржавчина вот именно это и есть состав когда у вас уже есть налет ржавчины то есть вы ее обильно смазываете и она пропитает вашу ржавчину а чтобы она и пропитала вам нужен слой пыль его не пропитает ну туман вам нужен именно слой он пропитает ржавчину он веса верхние слои металла на молекулярном уровне и надежно защитит ваш металл так что умные надеюсь поняли дуракам ну могу посоветовать учитесь мотайте на усы и когда-то станете умными сегодня мы обработаем я покажу какой слой именно нужен на деталь которая уже ржавая сегодня мы на лазер про съездим и снимем это и обратите внимание вот здесь ребята я не знаю на видео вы это увидите видно ира какие маленькие дырочки да и вот здесь люди жалуются о расход у него большой а теперь посмотрите вот здесь еще один был такой до в комплекте и что дядя олежа сделал я еще больше их просверлил потому что мне еще больше нужны дырки отверстия технологические кто там умники для того чтобы мне больше нанести прям слой удалбить что мы сегодня с вами и сделаем потому что рама у нас там хоть и вычищена но на ней есть небольшие вкрапления ржавчины также в комплекте идет вот такой но это внутри дверей где-то это да то всякие разные насадочки которые вам несомненно понравится и еще новинка это уже разработка ребят там где вот я на авито брал там такой штуки нету а вот здесь она очень удобная вот такая штучка смотрите с деревянным очень приятные тактильные ощущения с деревянным наконечником вот такая штучка это у вас когда вы обрабатываете не за дверей подсвежаете там допустим да чтобы не снимать панельку сам но это у вас уже идет глобальная там обработка конечно панели снимаем мы обработаем все но куча насадок очень удобный пистолет ребята ссылка будет первое в описании под видео а также закрепленном комментарии ну и на материалы там тоже вы ссылку найдете так удобный удобный очень пистолет полная копия и ваты вы видели я еще показывал вам у меня есть он пистолет с такой синей колбой большой да там с регулировками заморочки их надо точно регулировать не у всех это получается здесь же таких проблем нету воткнул и здесь у вас ну я работаю обычно просто курком да а здесь у вас есть игла это игла регулирует подачу самого материала меняются наконечники очень просто здесь идет быстро съем хоп все пистолет готов к работе поработал пожалуйста снял да ну любой одеваете хотите вот этот одеть до бац надели сняли на конечник работает очень хорошо также здесь есть уплотнительное кольцо чем отличаются вот эти пистолеты вот уплотнительное колечко чем отличаются вот эти пистолеты от тех что вы привыкли видеть да здесь одевается здесь пистолет идет с избыточным давлением то есть когда вы подаете воздух воздух поддается в колбу и он уже захватывает не за счет разрежения как на обычных антигравийных пистолетах да там подается воздух этот воздух затягивает с баллона у вас здесь идет дырочка да и снова забита эта дырочка пистолет у вас не работает антигравийник почему потому что воздух идет и центробежной силой вот это он не центробежная ну реактивная тяга получается по сути да он вас засасывает с этого баллона мастику и потом раздувает здесь же у вас воздух подается в баллон баллон герметичный для этого тут и прокладка баллон герметичный здесь воздух подается часть в баллон она начинает давить ну обычная физика она вот он подается сюда воздух через эту сопла он начинает давить здесь создается давление в баллоне и в трубку принудительно уже поступает в эту магистраль где смешивается с воздухом перемешивается и распыляется уже через трубку то есть система на самом деле просто несложно да и цена помните я вам показывал вот тот скол бы тот я брал за 25000 здесь цена в районе 14 15 тысяч если не дешевле смотрите сами цены давно не смотрел пистолет мне месяц назад прислали но не было удобного момента чтобы вам показать времени просто не было неудобного момента сейчас там на обработке стоит машина именно и мы съездим обработаем и вы увидите его в работу и в работе и какой слой вам нужен агнат с мы с помощью эндоскопа вот такой вот прибор вот видите меня до камеру с помощью этого прибора посмотрим с вами что же там творится внутри рамы вот как видите есть небольшой налет есть но в принципе то этот налет не такой критичный переливаем стоп ржавчину в баллон он в принципе то хоть то есть вот мы видим у нас каждая стеночка под большим давлением все обработано вот такой слой ребята это будет качественная обработка вот такой слой у вас ребята должен быть и это качественный слой все что меньше то есть это ну как по пизде ладошка я бы вот так сказал и бестолковая фигня материала нельзя жалеть на такие вещи в принципе то мы справились даже не вот этим мы справились даже стоп ржавчины тем пистолетом но мы нагрели чем сильнее вы нагреете тем лучше на вас будет разливаться ссылочку на пистолет я оставлю в описании под видео кому интересно пожалуйста милости просим вот так вот ребята выглядит качественная работа так что подписывайтесь мы здесь вообще-то о качестве говорим а тот кто хочет обработать свой автомобиль пожалуйста вот здесь вы видите контакты звоним и записываемся приводим свой автомобиль в порядок и радуемся долгие годы дуэх